ДИСОНОР 2 ДИСОНОР 2 Способ расы навсегда покончить с преступностью. Как давно я не играла в ДИСОНОР, что-то прям пару дней не поиграла и всё, и пошло-поехало. Ага, румничка у нас где-то тут снизу. Или это амулет был? Нет, это амулет. Вот он, 13 метров до амулета. И конечно же здесь ещё куево-тутуево амулетов. Нужно будет ходить по всему бедному дворцу или как его там. И фигачить, и фигачить, и фигачить. Ладно, давай по-моему там где-то можно будет пройти к нему. ага вот она как делать типа ты бежишь 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 я бы хотела хотеть я бы хотела груша груша мне нужна эта груша она что гнилая фу гнилая груша но это видимо там с каких-нибудь подвальных помещений ну точно гляди я прям я прям просто гений гений чистой высоты падающая звезда убийства в падении дают ман шикарно шикарно лучше то что я делаю дохренища убийств прям овер дохренища мне это понадобится муха тихо 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 ненавижу комаров тупые твари ты посмотрим все еще жив но он не буду же убивать хотя зря наверное это дело потому что если я его не убью скорее всего потом он превратится в трупную осу не знаете эти комары такие типичные комары дизонорда которые потом немного революционеры слушайте мне сюда надо вообще идти нет я знаете что подумала я сейчас сожалею крайне сожалею что что за херня это я ножом ударяю или что или там кто-то дерется не прокачала супер зрение почти спалил я высыплю или если я сейчас послушаю сердечком как у меня посоветовали в комментариях если мол типа а услышишь что он чувак злой можно его убить и тогда на уровень хаоса это никак не повлияет поэтому я сейчас послушаю сердце если он злой он ведь спит да я думаю я сейчас убью он что уронил здесь нет только мечи даже кошелька у пацана не было давай тогда посмотрим значит мы берем сердце и слушаем кто он его последний заключенный умер ночью теперь он ищет кого еще раз сорвать но ничего страшно то есть ну как бы нормально ничего такого критичного в этом парне я не вижу китухой кости мы шикарно эти вот вот эти глаза вот эти вот ужасные лица не мне сильно сильно пугают нас тут нигде рядом нету кстати больше руль наверно не просто проверяют все ли в порядке никто сюда больше не ходит только не угадаешь же когда герцог пришлет проверяющих действительно странное дело общество прямо птица он прямо бездит вообще за тобой шутка и далее какая шутка школьная что-то происходит я вчера видел какую-то тварь это я была я видел место где снеж нет отлично о-о-о-о гля что тут есть микстуронька здесь никто не ходит я вижу не вижу я все отслежу не переживайте ребят где-то рядом есть амулетик или руна ну я точно не уверена просто знаю что у меня сучит сердце такой тудук тудук кстати мы же забыли с вами слушать надо вообще-то на каждого стражника мне направлять свое сердечко но не свое естественно чье это может быть козье сердце и с помощью козье сердце определять кто из них хороший а кто плохой так что давайте попробуем амулет у меня полно у меня амулета болта все уже что-то какие-то мульеты серьезно он убивает что кого-то ну хорош парень очень даже хороший ладно давай знаешь что короче мы не будем его тоже убивать пускай тоже здесь лежит вдвоем и будет тепло и хорошо возможно когда тот проснется он уже знает наверняка про делишки своего друга проснется и убьет кого я вижу мультик очень много тихо-тихо-тихо-тихо новая мулять есть какой давайте посмотрим чудо гла небольшой шанс вернуть усыпляющий дротики он хорошо постой постой паровоз не стучите колеса но усыпляющий дротик подняться дождусь конца тяжелства пойду домой и буду будешь потолок глядеть ни хера себе прям взяла и усыпляющий дротик кто-то оглушился пускай все вместе там лежат теперь он танцует джигудрыга смотри ну молодец тоже хорошо что я у нее била смотрите вообще горжусь собой какие-то прям сплошные хорошие парни прям даже стыдно стало что я предыдущих убивала очень стыдно мне теперь хочется вернуться назад и извиниться перед ними сказать ну ладно живите а вас трогать не буду только пожалуйста не убивайте меня как бы нам это обезвредить по моему там вверху что-то есть ты чё совсем что я сказала вытащить он такой типа не не буду шифр от сейфа некоторые странные пациенты доктор гепатии приносит предметы которые сложно классифицировать для хранения я сложила все их кабинете со стороны главного хода коза мк 319 а что что за код в смысле где этот сейф скотта понятно а сейф я вот не вижу пока что вот и сейф здравствуйте добро пожаловать к нам на вечеринку ну видимо нет потому что сам по себе открывается у перешила клювки той самой помните я уже собирал их у доктор гепатии гепатии вообще прям если любитель разводить шилла клювок а что это ого ого простите а что с этим солдатом случилось 319 по моему там было рецепт боевого усыпляющего дротика так у меня уже знаю же такой уровень тоже опасаться и бояться кто это здесь с очередная жертва короля дорогая знаю что герцог лука презренный человек но дойти до использования этого чудовища включить ских целях прошу тебя не поступай промечу а знаю ты хочешь уволиться из гвардии на боката в этом мире я боюсь за твою жизнь не спеши отправлять письмо не рассказывай никому о том что ты видел по крайней мере пока не вернешься домой убийцы пипец смотри его прям разрубили ему прям аж руку отрубили охренеть можно одар мирский институт доки консультация мая руна но если это все его не заслуги так сказать то хрен с ним не надо не надо их убивать они больно хорошие валерию похоже твои предположения были верны доктор гепатия больна я только что услышала как доктор васко промотал себе под носа лекарств над которым он работает должно быть дело очень серьезное александрея гепатия была ко всем нам очень добра если она не сможет продолжать работу над эликсирами и другими лекарствами пострадает много народу в карнаке кстати говоря на в последнее время и правда мало есть надо бы сходить на рынок когда разрешат и купить свежих овощей могли приготовить ее любимый суп он пойдет ей на пользу герцог лука говорит будто закрыл адемир чтобы она могла улучшить лекарства настолько работает такое одиночество никакой не годится поэтому я правильно сделала что не убила их вполне себе нормальные ребята ситуация с трупными осами ухудшается а мы все надеемся на чудодейственное средство любопытно сколько еще народу погибнет страшных муках адемирская микстура годится для шахтерских болячек после улучшения с некоторым успехом использовали для лечения осиной лихорадки доктор гепатия во вслышание заявила что может усовершенствовать рецепт так где же лекарство что же случилось я скажу случилось герцог лука запер гепатию в адемирском институте она пленец этому есть лишь одно объяснение очевидно что драгоценное лекарство особенно только герцогу и его богатеньким дружкам ну естественно кто бы сомневался правду ли говорят о королевском убийце да нет конечно же ребята чем типа я бы не сказал что это тоже прям уж сильное преступление давай мы его туда затачим у нас помещение было закрыто значит никого нет здесь немножко так тут у нас ничего нет это не забирается у монета двушка подожди мне кажется эти эти тряда амулет шуму так вот 9 метров может быть с той стороны может быть и не стоит начнем столько голов оленя мне интересно так да ну извините извините нельзя так поступать топить кого-то и так далее это некрасиво на допрос он приносит жужжащий мешок с трудными осами ой блин а этот несколько часов гонял девочку попрошайку по всех а вот так сейчас мы его подкараулем короче такие спать я лучше всегда лучше оборачиваться когда ты ходишь на страже учитывая что ты знаешь ли стражник стражники должны вести себя послушно еще одна женщина пришла а нет посадим его сюда ну блин ну ты должен сесть ну как бы прикинуться той женщины которая сидела здесь до тебя ну вот так хотя бы смотри сразу виден спящий мужик никто подходить не будет ну да там я смотрю очень много ребят ходит ничего не подозревающий солдат мертв а это значит это конечно значит что его труп здесь не остался и я могу дальше безнаказанно ходить подыматься чё-то куда-то делать так там очень много трупных ос я смотрю очень-очень много трупных ос мне нужно туда давай ну чё ты мне сделаешь вот чё вот чё вы мне сделаете расскажите пожалуйста ничего побеситесь да успокойтесь а записка медперсонала прогноз погоды обещает нам завтра много солнца так что предлагаю вам вывести на террасу пациента в котором не назначена люминотерапии если нужно воспользуйтесь каталками количество кабин для загорания ограничено и учитывая их дороговизну закупить новым в ближайшее время не сможем не сможем и починить сломанные простите так что пусть наши пациенты сложатся с настоящим солнцем они искусственны так это моё закалка да я еще один какой-то нашла как это называется то чертеж на спасибо не вот и молодец господи только что ее заметила охренеть так где мои зажигающие болты настало время зажигающих болтов минус 1 минус 2 тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо летят они тут смотреть так я поняла я просто я просто уничтожу я как сейчас зря волк потратил между другими не знаю зачем и разбила стекло теперь мне нечем будет поджигать грёбаные гнезда грёбаные гнезда и в них нет ничего что можно было бы купить так мадам подождите секунду ага понятно он не что вы его и возьму еще один где ты где-то летаешь на все умер где еще один летает вон он и сюда кс-кс 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 ой ударилась головой случайно вот так у домашишься значит мадам вы на самом деле меня пугаете вы кто вообще это что последние запись некие сестры хозяйки меня отпустили так преподнесли будто я просто подала чай и могу уходить а я-то дура решила что у меня для разнообразия будет свободный вечер тогда говорю отлично увидимся завтра с утра ох я аж покраснела когда мне сказали что я больше не приходила никогда без объяснения даже не дали попрощаться с добрый доктор должен я совершила что-то ужасное но что же разве я не помогала гепатии не делала все что она попросила она сама сказала что без меня как без рук я все пытаюсь вспомнить что же сделала не так да я оставил этот флакон с лекарством на столе она испортилась но случилось больше месяца назад а гепатия похоже не рассердилась теперь я думаю что она всегда была мной недовольна но из вежливости не говорила в лицо насколько работа не сделано слишком расстроена чтобы что-то еще писать ну в общем понятно кто это кажется тот самый человек которого уволили который писал все это письме и нельзя снять отсюда нет боже нет нельзя но извини вот вернуться бы мне сюда точнее прийти бы мне сюда немного раньше и все я бы смогла ее спасти понятно может ключ в кабинете гепатии да 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 там у меня есть тут у нас что о люди так а там не струны какие-нибудь там есть амулетом на первом этаже есть амулет тоже какой-то не тут на самом деле амулетов еще хреново туча но по крайней мере пока что я на балконе ни одного не вижу пойдем на третий этаж что ты никогда не покидай это дыр мира не забывай тут такое дело вчера ночью ее не было я не понял как она выбралась кажется ты меня не понял капрал если кто спросит выходит отсюда только по делам и светом ахерцы это ты прав вот это нифига себе смотри как воду глядел доктор александрея гепатия сегодня не будет работать в своем кабинете она будет находиться в отделении для выздоравливающих доступ который запрещен просьба не беспокоить на всякий случай оставлю ключ доктор гепатии в ее кабинете еще кое-что сторож гамлет не будет содержаться в лечебном отделе пока я не допрошу его не решу его дальнейшую судьбу он заперт небольшой оранжереи разговаривать с ним или заходить в указ на помещение запрещено ясно кабинет гепатии хорошо сейчас этот чувак тут посидит пока кабинете гепатии ему будет очень удобно я уверена в здесь ничего не содрать так же много цветов как у нее дома она обожает выращивать цветы это мы с вами уже поняли давайте использую буду шиковать ухти ауте давай провалы в памяти случаются все чаще меня терзают беспокойные сны не удается отдохнуть герц кабели поначалу казался очень заботливым но постепенно я становлюсь пленницей в собственной лаборатории солдаты не беспокоят меня ощущаю постоянную слежку больше всего меня огорчает то что я не могу посвятить себя работе мою жизнь наполняла смыслом забота об обездоленных о шахтерах и ивсине когда я слышу об очередной вспышке лихорадки о тяготах шахтерской жизни мне больно от того что я не могу быть с ними облегчить их страдания записная книжка гепатии нужно спросить капитана рамыреса пришел ли из большого дворца ответ на моё письмо улучшение рецепта адамирской микстуры наша приоритетная задача но я хочу вернуться к своим пациентам я им нужна вообще отдала капитану то письмо или может быть напишу еще одно это не повредит если будет время я приготовлю дозу порошка дубравника для лейтенанта вальента который пришел ко мне с какой-то странной теорией думаю не спал целую неделю тяжелое тревожное состояние и паранойя он может перестать опасность для себя и окружающих опять наступают жалобы на бедного старика гамильтона похоже он очень направляет бродит по институту и бормочет каких-то ужасов которые мы привидели наверное он как и я скучает по тем дням когда мы здесь действительно помогли людям как бы то ни был наш верный сторож не обидит ему сейчас все на грани нервного срыва я не хотел бы обсудить это сваска но не видел его уже несколько недель разбегать я не оскорбил его чувств мне на самом деле знать что нужно приказы капитана рамыреса нет 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 не нужна книжка я хочу спасти дядечку говорите с гамильтоном обыщите кабинет доктора гепатии сейчас сейчас это я сделаю письмо журналисты главному алхимику александре гепатии я пишу вам потому что посещать вас лично мне запрещено одним из новых распоряжений герцога которая беспрестанно сыплется на город но к делу как продвигаются ваши исследования последнего штамма оси на лихорадке если надежда на получение улучшенной версии адемирской микстуры и о том алексе ли что мог бы истелить лихорадку вместо того чтобы временно снимать ее симптомы у вас уже были успешный эксперимент если так то скоро ли получат простые жители города он находится если не ошибаюсь в террасе а где у нас находится терраса комидатор 5 большая зал клиника для генерального бизнеса консультация доки а терраса где его заперли на террасе он сказал ладно видимо там укажут где он до гамильтона ага точно это указывает хорошо ну значит пойдем гамильтона сначала значит это злой который убивает людей хорошо спасибо что рассказала значит его нужно убить его совсем не жалко и это прекрасно обожаю обожаю было страшно несмотря на то что они часто добрые все равно это прям одна из моих любимых задач найти страшника убить страшно эти страшника распотражить страшно так не сюда ну точно для а вот и алтарь так это тоже моё соль для ванны очень нужно не пренебрегайте солью для ванны никогда ребяточки тогда я сейчас кто-нибудь зайдет сюда я такая поглощаю алтарь стою потихонечку знаете низко подозрительно да и отреагировать я не успею чтобы отвернуться хорошо все берем взорвалось шипы в лицо раскорябанное лицо больше не красотка как история искажается переходя из уст в уста кто-то выбрал неверное слово кто-то не понял кто-то забыл половину скоро история королевского убийцы изменит форму как пруд на наковальне одни скажут что монстра следовало убить другие что он всего лишь жертва которую спасло твое решение но ты же всегда будешь помнить правду свою правду так у меня есть сердце для правда она мне все расскажет все пока спасибо кстати ну типа тебе за него спасибо да а тогда все плохо извини бро до свидания деньги на собачьи бои это говно это проклятие а этот парень нормально его не надо трогать как и этого по сути я думаю всем ничего тут не случится что со мной я хочу чтобы все было у тебя в порядке чтобы ты не болел вот смотри и дал как все хорошо все прекрасно в оба на свежем воздухе один свернулся калачиком другой тоже я прям ой ой мне кажется так жизнь вам прекрасно устроила как разобрать говорит ночью на него напала чудище и пыталась выковырить его мозги постой постой головой вниз отлично значит бутылки с холроформом работают точно так ну отдал же сегодня утром она послала письмо с просьбой найти место в школе для ее сына он подает большие надежды в искусстве прелесть текста получила ачивку сердце подскажет сердце подскажет и расскажет о целебный эликсир нет нельзя хорошо ладненько тише тише легче смотри что у меня есть и никаких вопросов вот оно что я то думаю откуда откуда вы прелись эти мерзкие твари фух слава богу нашла это вот сюда здравствуйте ты гамильтон почему тебя заперли ты что-то знаешь клянусь избивали избивали капюшон едва глаза разглядел у них ненависть такая будто тьма беспросветная мне не привиделось надеюсь мои записки не украли надо вернуться в комнату они взяли мой ключ а где он а вот он думал получится надо же быть таким дураком а что получится ты не скажи покое гамильтона обиска обискать обещаем покое гамильтона медная проволока это мое бутылка с чем с холороформом я возьму ее с собой бро ты не переживай главное вообще не расстраивайся надеюсь мои записки не украли это была не очень прочная дверь хорошо надеюсь твои записки не украли потому что мне они тоже очень нужны я их почитаю узнаю что вообще творится что происходит так ага ну тогда я выпью и возьму спасибо большое буду знать что у нас есть у аудиограф чё это такое я вообще-то не подписывался до оперу стоять слушать приходить думал может что полезно а здесь музон лекции прочитаны доктором Александре Гепати в академии Турфилософия здесь изображена последняя стадия инфицирования трупными осами пациентке 37 лет она была директором школы до роковой находки большого гнезда в оранжере умершего дядь обратите внимание на раны на лице и руках а также на личиночные опухоли по всему телу но рисунок не может передать ее поведение перед смертью самым шокирующим симптомом прогрессирующего заболевания является синдром защиты гнезда даже без вскрытия он свидетельствует о том что личинки или продукты их жизнедеятельности поразили центр целеполагания в мозгу у жертвы внимание на сребографию номер 4 на данной стадии болезнь уже неизлечима но можно снизить уровень возбуждения пациента большими дозами опиатов данный пациент умер через 3 дня после того как была сделана сребрография здесь изображено полностью созревшее насекомое после трансформации из трупной осы теперь оно имеет вид жука обратите внимание на отсутствие крыльев оно больше не агрессивное и обладает множеством полезных свойств особенно в области сельского хозяйства в отсутствие этих насекомых пострадали бы многие посевы в сирконосе что привело бы к потерям урожая и знатному снижению прибыли то есть все таки он немножко наполезен окей пожалуй сделаем вот так да я была права здрасте комната Гамильтона ну Крыса тут что то есть арбалетные болты спасибо ууууууууу нифига себе есть дистилляра дистилляция рудного парка как же мне хочется допросить Егоышка ого вот это ты тетская Нифига себе Эмиля а мне говелиcias что персонажи будут менять свое отношение к происходящему в игре в зависимости от стиля прохождения то есть если я убиваю многих людей то соответственно Эмили допустим будет хотеть так и делать. Хотеть убивать их дальше. Она будет всякие штуки рассказывать мне о пытках и так далее. Так, что у нас тут? Это пистолет. Это игрушечка. Не, игрушечка. Игрушечка мне не нужна. Фига у нее тут пистолетных сколько пуль. Арбонский ром горючий. Это нам тоже не нужно. И это не нужно. В этот раз я это видел, точно. Я видел, хоть я не знаю, кто это или что это странное существо в капюшоне. Она тащила по коридору что-то окровавленная. Я не знаю, была это еще одна собака или кто-то из охраны. Не знаю, что было бы лучше. Эти ублюдки уже несколько месяцев потешаются надавна. Говорят, что я спятила. Доктору Гепатии следует посмотреть мне под замок. Капитан Ромирос говорит, что все это мне чудится. Я должен прекратить распускать слухи. Доктор Гепатии почти ничего не сказала, когда я впервые упомянула о полусъеденной собаке, найденной в отделении для выздоравливающих. Она кого-то выгораживает? Доктор Васко смотрит на меня с подозрением. Он уже несколько недель не покидает отделение для выздоравливающих. Последний раз, когда я его видел, он собирал гнилую кровь охранника, насмерть зажаренного трупными осами. Я не врач, но знаю, что этот грандиет не входит в состав поддемирской микстуры, изобретенном Доктор Гепатии. Если никто не послушает, не говорит самому выследить этот чудовище. Я остановила ушки и буду держать по ночам. Угу. Угу. Найти Баско. 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 Нет, ну не тут точно. Но это сто процентов на крыше. Возможно, я это смогу сделать вот с этого этажа. То есть, вот от седа. Да, кажется, да. Так. А, вон руна, смотри. Туда можно проникнуть с помощью вот этого телепорта. Новая руна, да, я видела. Я, типа, на чердаке, что ли? Подняться еще выше. Это вот я сто процентов вам говорю. Ой, не то. Наверное, нужно вот сюда забраться. Отсюда уже вот сюда. Да, точнее. Ух. Гля, гля. Монета? Зачем? А, так тут еще и амулет. А я думала, тут такой монета. Думала, нифига себе, зачем монета. Неносаток воздуха расходует ману и лишь затем здоровье. Нет, так он не нужно. Ну, да, здесь только если в кабинет Кипасси уже идти. И один, я точно знаю, мне Дима рассказывал в подвале. Зажигательный балл. Это, конечно, круто. Я пока попробую с помощью вот этого всего. Как здесь расплодились трупные осы. Да, я тоже об этом подумала. Ты прям читаешь мои мысли, Эмили. Ну, знаешь почему? Потому что... Потому что... Потому что... О, вот сейчас тогда я использую и возьму новое. Они расплодились так, потому что здесь очень много валяется трупов неизвестного происхождения. Откуда эти трупы никто не знает. Всем это очень интересно. Здесь ничего не показалось, что голубая штучка для маны лежит. Если бы лежала, я бы тогда свою завезу. И... Берем соль, естественно. О, монета даже есть. Пятерка, ни хрена себе. Еще монеты есть. Ну, это, видимо, уже одежду никто отсюда не заберет, так как это одежда для солдат. А солдаты сюда не пройдут. Они слишком боятся этого помещения. Вот так. И тут у нас еще одна бутылка есть. Где-то была. Вот опился, да? Вот опился в усмерть. Три бутылки рядом с ним лежат. Три бутылки. Это нахрена столько пить? У меня возникает вопрос. Чтобы аж три бутылки... Сожгла? Да, ничего себе. Я думала, оно ввоз врезалось. Отсюда ничего не выпало, естественно. Но оно было маленькое гнездо. О, здесь у нас есть ништяк. Хорошо. Целебный эликсир Соколова. И труп, естественно, есть. Откуда здесь труп вообще взялся? Бутылка для чего? Для реагентов. А, кстати, я хлорофору наверху забыла. Вот говно. Хоть немножко позжигаю их еще. Чуть-чуть совсем. Может быть, еще одна бутылка где-то есть? Я просто... Я могу идти ва-банк, я могу идти напролом, но... Страшненько. Лень, блин, блин, что гоните? О, наконец-то. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Жужжалки. Прям нападают такие. Не стесняются. Офигеть можно. Я заберу отсюда кровавый камушек. И вот здесь посмотрю, что есть. О, здесь тоже у нас есть что-то. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не бубните. Мне кажется, где-то рун лежит. Нет? Нет, здесь расписание солярия. Значение я сцеплюсь вроде месяца-лета. Понятно. И, конечно же, горючий рун тут есть. Это то, что мне нужно. А, и еще что-то. Китовая кость. Ммм, китовая кость. Подождите, а я очень давно, между прочим, не проверяла руны. Вот, где-то руна, и я ее пропустила. Где она может быть? Пойдем посмотрим. Руна, 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 руна. О, прям на входе нифига себе. Даже не обратила внимания, как такое может быть. И вот где-то еще амулет. Прицепим. Эй, эй, эй. Прицепим. Возьмем, сохраним. Все. Теперь в обход поперли. Или не стоит в обходе. Ну что, ну не взорвалось? Это вообще нормально? Ну так. Надо гореть. Визит весь вход. Но по-любому не с этой стороны, раз уж не попошло. Че-че-че-че-че-че-че? Откуда-откуда вас? Откуда-откуда-откуда? Тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише-тише. Такие они жесткие, ты гля. А, ну да, там вон есть еще один. Ну все, раз так хорошо. Раз вы так с нами будете общаться, сами напросились. Эй. Серьезно? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вам меня не удастся похавать. Вот как вы не стараетесь, я вас просто порежу. Нахрен. Мухи мерзкие. Во-во-во-во. Летайте, летайте. Пытайтесь убежать от меня, конечно. У меня тут, между прочим, есть целебный эликсир соколова. Так что я могу до бесконечности вообще вмахать туда-сюда руками. И не устану. Мне вот это, пожалуйста, спасибо. Здесь ничего не уничтожено. А вот сюда нужно войти. А чем она заблокирована? Интересно. Ладно, с той стороны нужно проползти как-то. Это мое. Быстрая тень. Что он делает? Давайте посмотрим. Быстрая тень. Вот она. Вы движетесь в скрытном режиме немного быстрее. Вообще, мне это нравится. Пожалуй, я возьму вот эту. Вот так. Вот так. Бутылка не нужна. Ничего больше не нужно. Мухи тоже не нужны. Ну, в общем, все. На этом серия, наконец-то, заканчивается. Она была невероятно большая. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok